Вот из этих трёх болваночек отходов капиталистического производства я буду делать для себя, для своих нужд, леркодержатели или плашкодержатели. Вот видите, плашечка, вот она будет здесь закрепляться. Вот, сейчас я всё это буду подготавливать, а потом делать. Сейчас мне под три размера сделаю плашечки, плашкодержатели. Здесь будут ручки, естественно. Я вот думаю, по две ручки сделать, или по четыре. Но я придумаю, поскольку я в этом уверен. В принципе, у меня будут плашкодержатели или леркодержатели, почти классические. Вот три заготовочки, под три размера лерочек или плашек, я подготовил токарные работы на вот этом изделии, ях, изделий ях, наподобину сделаны. Ещё будут фрезерные работы. Ну, у меня была ж такая, у меня шлеп под мантию. Как попадёт, я всегда начинаю делать что-нибудь нестандартное, нечеловеческое. У меня, поверьте мне, с детства не все дома. Люблю, чтобы у меня было немножко не так, как у других. Хотя, друзья, вот честное слово, посмотрите на мой фейс. Я такой же, как и все, представляете? Точно такой. Ну, только без хвоста, представляете? Вот, а так всё, копия. Итак, друзья, вот я, блаш меня вступила под мантию, и я начал. Как только сделаю... А, весь процесс я вам тоже буду показывать. Представляете? Вот, бац, бац, бац. Видали? Я сделал свободнее, чтобы они свободно обходили. Зазорчик был, друзья. И вам, если кто-то хочет делать, рекомендую сделать тоже зазорчик. Поняли? Всё, друзья, на сегодня я выполнил объём работы. Видите, три штуки, да, и они у меня как матрёшки. Это больше, видите? Это на 2 миллиметра чуть-чуть меньше, а это ещё тоже на 2 миллиметра. И по диаметру так же. Бац, бац, бац. Поняли? Всё, как у матрёшек. Это лиркодержатели матрёшки. Матрёшка! А в ней... Две ещё. Всё, свобод делать с зазором, как я вам сказал, чтобы свободно было. Измените, у меня чахотка. Вот, посмотрите, друзья, я вот эти кружочки, которые я вытащил для пластичек-держателя, я теперь фрезерую. Вот таким образом. Другого у меня нет на данный момент. Приходится вот этой с помощью кружок. Кружок. Ну, вы поняли, что делать. Не буду вам говорить. Вы сами догадались. Видите, друзья, во что превратились эти кружочки? Три кружочка, которые будут впоследствии плашкодержателями. Ну, поскольку вы знаете, Токебана наука образности, и у меня геометрия тоже образная, это получилась у меня, вот эта фигура по моей геометрии, называется циркус запердоленный. Поняли? Запомнили? Циркус запердоленный. Цирк – это круг. Пердолить, значит, перпендикулярный. Поняли? Круг перпендикулярный. Или циркус запердоленный. Делайте циркусы запердоленные, и у вас все будет гуд. Так же, как и у меня. Поняли, друзья? Вот видите, я просверлил в этих циркусах пропердоленных, просверлил по отверстию, по одному. Поскольку я интриган, вы знаете, это я не скажу для чего, вы сами догадаетесь. А потом еще, к тому же, к своей догадке, вы еще и увидите, что это будет. Вот вы видите фрезочку на 5, и я ей расширяю дырочку. Вы увидите скоро, как я ее расширюю. Вот что она пловет. Хотя не ровно, но здесь ровно не обязательно. Здесь все сваркой забабацается. Вот смотрите, что я творю. Видите, что делаю? Вот сюда потом опускается. Поняли? Кверку вот встала. А вот здесь я уже обрезал. Сейчас пойду сваркой заварю. Окей? Сейчас эту отпилю. И все три таким образом. Поняли? Как хитро я сделал. Это чтобы не проворачивалось. Голь на выдумке хитрая. А я настоящая, самая стопроцентная голь, которая видна. Видите, я их приварю. Все. Сейчас мы их зачистим. И все будет гуд. Поняли? Это фиксаторы для лерок. Вот видите, зазубрино. Ай, горячая. Она же нагрелась. Я же с ней варю. Вот дурной. Мужики, я дурной. Вы такими не будьте. Не берите горячие в руки. Обжигает чуть-чуть. Ну ладно, вот все. Я вот сделал. Видали? Фиксаторы там внутри. Сейчас будем обрабатывать. После того, как остается. Ну что, сварка исчезла. Вы видели следы от сварки? Я видел. Но сейчас не вижу. Вот только в середине осталось. Но в середину я щоркать наждачкой не полезу. Я что, вообще придурок думаете? Нет. Я просто ленивый. А вот эти стопора, знаете, почему я так сделал? Обычно же нам, вы знаете, видели на шурупчиках, на болтиках, да? А я сделал вот такой фиксатор. И все из-за лени. Мне лень закручивать всякие болтики, шурупчики. Вот я, друзья, их сделал вот так. Бац туда, засунул. Поработал. Вытащил. Выкинул. Ой, положил. Аккуратно положил. Урундачочек. Итак, мы движемся понемножку. Не спеша. Я когда что-либо делаю, не спешу. И вам не рекомендую, друзья. Вот эти вороточки я сделаю за рабочую неделю. Представляете? За четыре дня постараюсь. Завтра будем делать сверочки. Отверстия или дырки вот здесь. Вот этим сверлом. Видите, у меня сверло поломалось. Но я как капиталистический, экономный токарь не выкинул. Теперь я его использую на фрезерном станке. Вот так в цангу засовываю. Смотрите. Бац. Видали? Вот. И на фрезере я буду сверлить. Потому что на фрезере всегда получится ровно. Сейчас вставлю и покажу. Вот. Я поставил. Выровнял более-менее. Ровно по центру. Вот. Вот по этой я ровняю. Потом будет вторую так же поставлю. Выровняю ровно вот с этой. Видали? По тискам. И будет у меня и второе отверстие на такой же уровне. Видали? Отверстие. Диаметр 12. Глубина 18 миллиметров. Поняли? Так надо. Так задумано. Две ручечки будет. Я передумал делать четыре. Все-таки по стандарту положено две. Виталийские токари пьют только славду. Поняли? Это реклама. Пейте славду. Будет у вас славное здоровье. Вот какая получилась. Представляете? Всегда ручечки будут вставляться. И готово. Так что все идет по плану. Лишнее я как шкульптор все удалил с этой глыбы. Которая была вот такая круглая, большая. Стала вот маленькая и почти не весит. Нифига. Ну тоньше я не стал делать. Еще что тонкое, оно рвется. Поэтому я не стал. Я сделал потолще. Да это вообще-то средней толщины. Нормальный вес. Все окей. Теперь изготовим. Вот друзья. Вы видите, что получилось. Из моих долгих мучений вышло два лиркодержателя. А третий я загубил. Представляете? Вот взял и загубил. Ну мне пока едва хватит. Вот жаль, что накаточки у меня не оказалось без накаток. Ну ничего. Можно и без накаток работать. Конечно, с накаткой в руке было бы лучше держать этот вороток. Гораздо лучше, друзья. Он бы и не скользил. Ну, а так, ну, будем считать это полубраком в моем, в моей работе. Теперь накатка у меня поломалась, черт побери. К сожалению. И я не смог накатать вот эту часть. Ну, на нет и сюда нет. Как говорит народная мудрость. Спасибо за внимание. Если кто захочет сделать такие же плашка-держатели, смотрите внимательно мои ролики и не делайте таких ошибок, как я. Спасибо за внимание. А вот посмотрите, какая красота после сварки получается. Видите, какой цвет какой. Ну, камера можете и плохо показывать, друзья. Но ответ отличный. Я так и оставлю. Смотрите. Такой цвет. Мне очень раскраска боевая. Мне очень нравится. Я оставляю. Не буду шоркать. Представляете? Друзья. Может быть зачернить их? Да нет, я не буду. Ручки с нержавейки сделаны. Это ржавейка. Ну, я ее слегка маслом помажу, да. А здесь зачерненная, здесь не будет ржаветь. Короче, гуд. Вот так вот. Гуд. Гуд. Продолжение следует...